Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николая Слепцов, у микрофона ведущая Саргелана Антонова. 8 декабря Федеральному казначейству России исполняется 30 лет. Несмотря на небольшой по историческим меркам возраст, за спиной у этого ведомства крепкие корни, которые уходят в далёкое прошлое. Так, первые упоминания о казначеях встречаются в летописях XIV века. А у нас, в Якутии, они датируются XVII веком, когда за сбором Ясака следили избранные народом целовальники. О том, как рождалась эта служба, какие преобразования переживала, что за проекты удалось реализовать, об этом сегодня разговор с гостями нашей студии. Итак, настало время представить вас с ними. Это руководитель управления Федерального казначейства по Республике Саха, Якутия, государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный экономист Республики Саха, Якутия, Алексей Валерьевич Куклин. Добрый день. Здравствуйте. Начальник отдела расходов управления Федерального казначейства по Республике Саха, Якутия, Татьяна Валентиновна Чудайкина. Добрый день. Добрый день. И заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Антонина Петровна Буртьева. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Алексею Валерьевичу. Первые казначеи были еще в Древней Руси. При Петре I появилась счетная или казначейская контора. После Великой Октябрьской революции в 1918 году история казначейства временно прервалась. А почему вот в 1992 году было принято решение вновь его возродить? Пожалуйста. Это связано с тем, что кардинальные изменения, которые произошли в нашей стране после 1991 года, они негативно повлияли как на бюджетную систему, налоговую систему. В целом экономика у нас, скажем так, уже рухнула, ощущался недостаток доходов, вовсю внедрялись зачеты безденежные. И в то время, как говорится, больше контроль осуществлял Государственный банк. Но он прекратил свое существование. И его правоприемником стал Центральный банк Российской Федерации, которым в основной функции была денежная кредитная политика. И вот приоритеты исполнения бюджета их полностью не интересовали. И так получилось, что Министерство финансов фактически утратило контроль над использованием бюджетных средств. Поэтому указом президента Российской Федерации 8 декабря 1992 года и было создано федеральное казначейство. Основной задачей которого состоялось создать систему, которая могла эффективно отслеживать целевое и правомерное использование бюджетных средств. Хорошо. Какие этапы развития прошла система органов казначейства в России? Вот если посмотреть назад, получается, мы для себя анализировали, то этапы казначейства России связаны у нас как раз с нашими первыми руководителями. Самым первым руководителем федерального казначейства был Смирнов Александр Васильевич. И для него стояло... Он внес весомый неоценимый вклад в создание нашей системы. И для него стояла главная задача. Две их были вообще задачи. Первая – это в коротчайшие сроки создать с нуля полностью в условиях критического нехватки денежных средств систему. Причем систему централизованную. Она должна была функционировать по всей стране с учетом даже тех районных центров муниципальных образований. И с этой задачей он успешно справился, хотя было сложно, нелегко. В каждом... Было создано 87 управлений в столицах субъектов Российской Федерации и более 2000 отделений в муниципальных образованиях. Были сформированы коллективы профессионалов. И когда уже все это сформировалось, уже второй задачей, которой Александр Васильевич занялся, это внедрение казначейских механизмов, скажем так, исполнения. То есть первая задача, они перевели все федеральные средства наших клиентов из коммерческих банков непосредственно в федеральное казначейство. И на том этапе мы уже позволили. Было четко отслеживалось целевое использование средств и своевременно исполнялись обязательства по расходным бюджетам федерального бюджета. Далее уже возглавила казначейство Несеренко Татьяна Геннадьевна. Вот при ней тоже произошли масштабные такие изменения, потому что произошел более полный обхват всех уже не только федеральных клиентов, но и межбюджетные трансферты попали под наш контроль. Также она занималась и утвердила концепцию создания единого казначейского счета. Это очень важно, так как единый казначейский счет, это куда зачисляются все доходы и откуда зачисляются все расходы. Я же вам говорил, что была такая практика с 90-х годов, когда в отсутствие денежных средств просто-напросто производились зачеты. То есть предприятие в счет уплаты налогов осуществляло какие-то зачеты, соответственные расходы из бюджета. Но это все было непрозрачно, это все было, скажем так, сложно, и поэтому была поставлена задача, что все деньги поступают в казну, а из казны они уже расходуются. И вот Татьяна Геннадьевна, она человек очень мудрый, грамотный, после федерального казначейства она перешла в Министерство финансов Российской Федерации. И тогда она уже заложила основные этапы, она, вот если Александр Васильевич систему создал, набрал коллектив, и тогда были разработаны методические рекомендации, инструкции, которыми работали наши, но это все было вне рамок правового поля. И вот именно при Татьяне Геннадьевне уже вот эти все документы, они обрели форму законодательства, либо других нормативных актов, где уже было сложно оспорить, и все понимали уже по каким правилам они играют при использовании средств государственного бюджета. Ну и, конечно же, хочется перейти сейчас к действующему руководителю Арману Ильичу Артюхину. У него своеобразный подход такой был. Когда он в 2007-м стал руководителем, было видно, что уже система функционирует, все нормально работает, но он сделал один определенный акцент. Он посмотрел, что сложилась такая практика. В начале года до всех клиентов доводятся денежные средства, а расходуют они их неравномерно в течение года, и поэтому они бездвижно лежат. И тогда вот он со своей командой, заместителем руководителя федерального казначейства Парковщим Станислава Евгеньевича, они решили применить, как в банке это делают, инструмент ликвидности. А что такое ликвидность? Это обеспечивать исполнение своевременной расходов федерального бюджета, а те деньги, которые лежат мертвым грузом, их просто размещали на депозиты. И, соответственно, эти деньги зарабатывали, и они приносили дополнительные доходы в федеральный бюджет. И вот на первом этапе, когда только этот механизм внедрился, получается в 2009-2010 годах порядка 22 миллиардов ежегодно федеральное казначейство зарабатывало дополнительно для федерального бюджета. А в 2012 году этот показатель уже превзошел 100 миллиардов рублей. Также при Романе Евгеньевиче произошло такое значимое событие, оно очень важное. Это присоединение Росфиннадзора к управлению федеральному казначейству. И тогда были многие скептики, они как бы не понимали, а как так? Вот федеральное казначействие осуществляет текущий предварительный контроль, а тут еще ему передают полномочия последующего контроля. То есть ревизоры будут проверять казначеев. И думали, что это будет неэффективно, но жизнь показала, наоборот, обратное, так как наши ревизоры перед тем, как выйти на контрольное мероприятие, к объекту проверки, они изучают те в наших информационных системах, те документы платежные, по которым они проходили, и они приходят уже более качественно, они видят те риски, на которые стоит обратить внимание. И на самом деле качество контрольных мероприятий повысилось в разы. Ну и последний проект, который он все-таки у нас реализовался в 2021 году, рядовые граждане, может, его не заметили, а может, и заметили, да, это был перевод на систему казначейских платежей. Если проще объяснить, здесь казначейство стало по большому счету как банк. Раньше по всей стране для федерального казначейства и его территориальных органов было 72 счета, 72 тысячи счетов открыто в нацбанке. Это было сложно, все любые перечисления увеличивали промежуток прохождения денежных средств, возникали невыясненные поступления. А здесь теперь в каждом субъекте Российской Федерации, например, Республики Саха-Якутия, для нашего управления открыт один счет в нацбанке. А вот все счета 445 муниципальных образований бюджета Республики Саха-Якутия, они уже в виде аналитических счетов ведутся у нас. Мы там отражаем все поступления, выбытия, обороты. И для нас это очень важно, потому что это повышает оперативность и исключает прохождение, излишнее прохождение по другим банковским, скажем так, счетам. То есть обеспечивает прозрачность. Да, обеспечивает прозрачность и главное, что самооперативность. Но это все мы гемстадии. На сегодня в казначействе реализуется много других, конечно, проектов, которые способствуют совершенствованию бюджетной системы. Если вам интересно, мы, конечно, удовольствием вам расскажем позже. Хорошо. А давайте чуть подробнее поговорим об истории создания вашего ведомства здесь, в Якутии. Тем более, что сегодня у нас в гостях находятся сотрудники, которые стояли у истоков образования ведомства. Антонина Петровна, вообще как все начиналось? И каково это открывать новые страницы в своей жизни? Когда выжил приказ о назначении нашего первого руководителя, Алексея Горьевича Николаева, от 2 марта 1995 года, о создании федерального казначейства по республике Саха-Якути, с этого дня мы уже набирали людей, которые хотели поработать в казначействе. Но самое тяжелое, это у нас не было своего помещения. И Алексей Горьевич договорился с управлением гражданской авиацией. Полностью мы арендовали третий этаж. Там, когда мы пришли на третьем этаже гражданской авиации, от Женьки за 10, не было вообще ни стола, ни компьютеров, конечно, в те времена. И самое было трудное, это материально-техническая база. Мы все начинали с нуля. И была одна счетная машинка уже на пятерых человек. И Алексей Горьевич уже в мае в мессе назначил первого зама руководителя нашего, первого заместителя руководителя Халтасунова Николая Николаевича. Он долго работал в финансовых органах. Потом уже назначил начальников отдела. Отдел доходов назначил он Павлу Галину Николаевну. Отдел расходов Чудайкин Татьяну Валентиновну. Отдел исполнения федерального бюджета колеснику Анжелика Фраимовну. Анжелика Фраимовна у нас работает заместителем руководителя управления. Сейчас после назначения всех этих структур уже было понятно, чем мы будем работать. Потом пришли летом молодые уже парни, молодые специалисты. К нам пришел Полищенко Владислав Владимирович. Сейчас мы его взяли в отдел доходов, а потом сейчас он заместитель руководителя уже. Потом Прудков Андрей Николаевич, он в отдел расходов работал. Сальченко Павел Сергеевич, сейчас он работает в Хангаласском отделении. Потом Богананов Павел Николаевич, уже наш кадр тоже казначейский. Вот когда они приходили на работу, молодые парни, мы им давали инструменты, чтобы они сами собирали столы, шкафы, тумбочки. Но не было у нас рабочих даже. В июне месяце мы получили самые первые компьютеры. Для нас было, конечно, очень огромное, какой-то легендарный компьютер. И тогда Алексей Горькович решил принять уже программистов, которые должны уже сеть провести. И к нам пришел на работу Сафронов Павел Павлович, Иванов Андрей Иванович. Андрей Иванович сейчас у нас заместитель начальника отдела расходов. И после этого, когда в конце мая уже было у нас 25 человек в управлении. В управлении было уже понятно, как мы будем работать. А в районах, которые мы должны были открывать 25 городам и ЛУСам, было очень трудно. И 10 агентств по северным ЛУСам. Хотелось вас с этим поводом поблагодарить наших работников, которые работали в Нерунгре, Аюрова, Любовь Дубдановна, Алдане. Хорошо, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор, который посвящен 30-летию управления федерального казначейства. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 30 лет исполняется на этой неделе одному из старейших финансовых институтов в стране, управлению федерального казначейства. О том, как рождалась эта служба, какие технологии внедряла и осваивала для обеспечения надежности государственной казны, об этом сегодня разговор с гостями нашей студии. Антонина Петровна, вот мы начали говорить об улусных отделениях, которые работали в нашей республике. Пожалуйста, продолжим наш рассказ. В Алдане у нас пришла на работу Иванова Елена Владимировна, Мирнам Кульнина Елена Владимировна тоже, Ленский, Дергачёва Наталья Капитоновна, Яковлева Нина Иннокентиевна. Нина Иннокентиевна у нас сейчас начальник отдела кассового обслуживания. В Хангаласском районе особая благодарность, хочу сказать. Они первые в 1995 году нас очень поддержали. Гогулев Иван Иннокентиевич, Ефремова Любовь Степановна. И благодарность, хочу сказать, Мигану Кангаласскому району и Еврису Василию Алексеевичу. Мы там провели первый семинар, совещание, и пригласили заречных районов. И объясняли, как будет работать наша система, уже объясняли заречным районам. И потом 10 агентств, которые по северным улусам должны были агентств, открывать. Мы в Жиганском улусе, к нам сразу пришла на работу Павлова Христиана Егоровна. В Аннабарском улусе Николаев Алексей Петрович. Я искренне им благодарна за труд, который... Ну, как бы в 1995 году непонятно было, что будет казносистская система, какая будет. Но люди приходили, и мы в конце мая, в конце 95-го года уже было открыто 35 районам наши 25 отделений и 10 агентств. Ну, новое всегда начинается сложнее, да? Татьяна Валентиновна, вы тоже работаете в ведомстве с 1995 года, да? Какие этапы развития тогда прошло ваше управление? Поделитесь, пожалуйста, о воспоминаниях. Ну, если Антонина Петровна говорила чисто про материально-техническое создание управления, да, про эти этапы, то я скажу, наверное, более про те этапы, которые непосредственно бы влияли на исполнение федерального бюджета на территории Республики Саха-Якутия. И вот, начиная с 1995 года, это год образования нашего управления, мы тогда начали принимать, они назывались расходное расписание, эти документы, расходные реестры. И, соответственно, по этим реестрам поступали денежные средства территориальным органам исполнительной власти, да, которые находятся на территории Республики, для получения финансирования на их расчетные счета в учреждении банка. Далее, в 1996 году нам было предоставлено право на проведение учета и осуществление операций по доходам федерального бюджета. Далее, начиная с 1997, 1998, 1999 год, здесь мы стали уже осуществлять поэтапный перевод получателей средств федерального бюджета в органы федерального казначиста. Мы стали им открывать лицевые счета и, соответственно, закрывать расчетные счета в банках. Как уже ранее до этого упоминал Алексей Валерьевич, годы действительно были тяжелые, 90-е, да, и, значит, это была необходимость еще связана с тем, чтобы учитывать средства федерального бюджета, которые поступают на территории нашей Республики, и, значит, смотреть за целевым направлением расходования средств. Далее, 2000 год начался поэтапный переход на работу в условиях единого казначейского счета по доходам и по расходам. Тут же начато у нас частичное кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета по тем видам расходов, по которым выделяли средства из федерального бюджета. И впервые, значит, наше управление защитило годовой отчет за 1999 год по исполнению федерального бюджета на территорию Республики Саха-Якутия. 2021-2002 год. Здесь, значит, мы начали уже перевод на обслуживание в органы федерального казначейства, получателей средств федерального бюджета подведомственных министерств обороны. Ну, учитывая предыдущий опыт перевода, значит, получателей средств к нам на обслуживание, здесь маленько было как-то, с одной стороны, полегче, но с другой стороны, мы действительно помогали данным клиентам, мы за них делали и платежные документы готовили, естественно, они их подписывали, все как положено, да, и мы проводили операции. Далее, в 2003 году у нас осуществился переход на систему электронного документа оборота. И это действительно было нужно, потому что, начиная с 9 утра до обеда, все клиенты, значит, с платежными документами приходили к нам в органы федерального казначейства, соответственно, они теряли и свое время, да, ну, и какая-то такая обстановка тоже была нервозная, когда много народа. И когда мы, значит, внедрили вот этот электронный документ оборот, то, соответственно, они уже могли со своих рабочих мест осуществлять, значит, поставку нам от этих документов, да, и при исполнении, при приемке этих документов, если что-то вдруг там неправильно, мы возвращали, и они заново нам направляли. То есть так бы у них уходило бы, да. Это было быстро, это было удобно. Да. Далее. В 2005 году у нас внедрен институт администрирования доходов, то есть у нас уже стали за администраторами доходов закрепляться налоги соответствующие, которые они администрировали, по которым вели учет. Дальше. 2006 год. Это у нас полный переход на обслуживание в управление бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, то есть мы открыли в банке 449 балансовых счетов в нашем ГРКЦ города Якутско-национального банка для учета средств местных бюджетов. Далее. 2008-2009 год. Здесь как раз у нас подготовительные мероприятия были, и уже конкретно само произошло включение нашего управления в состав участников расчетов системы банковских электронных платежей. Здесь мы стали осуществлять учет бюджетных обязательств, получать ли средств федерального бюджета, которые вытекают из договоров на поставку товаров, работу и услуг. 2010-й год у нас был год подготовительных мероприятий по централизации бухгалтерского отчета и формирования бюджетной отчетности. И в 2012-м, начиная с 2011-2012 год, уже главные распорядители средств федерального бюджета предоставили нам, как управлению, право осуществлять операции на лицевых счетах для проведения кассовых выплат по межбюджетным субсидиям, субвенциям, межбюджетным трансферам, которые они выделяли в нашей республике на определенные, может, и цели. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. Следующий вопрос я хотела бы задать Алексею Валерьевичу. Вы сказали, что в казначействе реализуется много проектов. А какие из них, на ваш взгляд, самые эффективные? Это именно так. И прежде чем ответить на вопрос, я бы хотел сказать, что от своей деятельности руководство федерального казначейства всегда старается строить работу на лучших стандартах управления. и считает, что любая организация, которая стратегически ориентирована, она только может получить развитие, а не которое зацикливается на функциональной текущей деятельности. И в этом случае мы иногда себя чувствуем как альпинисты. То есть они нам скучать не дают, а мы каждый год как альпинист от проекта поднимаемся до вершины, потом достигаем какой-то стабилизации, спускаемся, вздохнули, а нам федеральное казначейство каждый год говорит, нет, заново проекты. Все эти проекты у нас в обязательном порядке, они учитываются в стратегической карте, там устанавливаются строки и ожидаемый эффект от этой реализации. И в последнее время они бывают внутренние и внешние, скажем так. Внутренние, это которые они улучшают нашу функциональную деятельность, где-то ускоряют обороты, где-то становимся более понятными для клиентов. А есть внешние. К внешним можно отнести, наверное, централизация бюджетного учета, казначейское сопровождение и наш любимый всеми, но его, наверное, во всей стране знают. Это единая информационная система закупок у нас. Вот по централизации хотел бы я вас непосредственно рассказать. Знаете, когда лет 5-6 назад счетная палата проверяла исполнение федерального бюджета, там всегда выявлялись сотни миллиардов рублей нарушений. И когда более подробный анализ шел, выходил, что 650 миллиардов нарушений выявлено, из них порядка 580-590 миллиардов – это ведение бюджетного отчета. А что такое ведение бюджетного отчета? Ну, неправильно что-то отразили. То есть там нет по факту хищения, воровства или каких-то злоумышленных действий. И по поручению президента и правительства Российской Федерации перед Министерством финансов и федеральным казначейством была поставлена задача, что как-то этот вопрос решить. Ну, рассматривали. А никак он не решается. Только его можно было решить одним путем – это просто передать нам, вести этот учет. И такое, соответственно, решение было принято. Те федеральные органы, которые находятся в подчинении правительства, и, соответственно, их территориальные федеральные органы, а у нас на территории республики их 16, к примеру, статистика, Роскомназор, Роспотребнадзор, Уфас, мы за них осуществляем и ведем этот учет. То есть мы начисляем заработную плату, перечисляем эту заработную плату. И здесь эффект какой? Потом уже в последующие годы подводились итоги. Счетная палата отметила, что в разы количество сокращений, нарушений сократилось. И главный эффект для нас – это более качественная достоверная отчетность. А какие вопросы решаются в управлении федерального казначейства при взаимодействии с руководством республики и органов муниципальной власти? Я 18 лет до перехода федерального казначейства, 18 лет я отработал в Министерстве финансов. И я работал, когда министром финансов был Асен Сергеевич Николаев. И он не на словах знает, чем занимается федеральное казначейство. А также Андрей Владимирович, он тоже работал в органах внешнего контроля. И поэтому, по большому счету, у нас складываются очень конструктивные с ними взаимоотношения. Ведь главное, какая задача для нас, когда поступает межбюджетный трансфер из федерального бюджета, мы должны ни в коем случае не допустить ницелевого использования средств и своевременное их освоение. Этот вопрос очень важен, потому что если то или другое произойдет, это отзыв будет денежных средств, и, соответственно, республика недополучит. Либо там какую-то ту же детскую площадку, либо не до конца будет построена школа, либо какие-то дети-сироты не получат, к сожалению, жилье. И наши руководства республики прекрасно знают, как наша система функционирует. И здесь тезисно можно сказать, что в наших взаимоотношениях строится доверие в обмен на ответственность. Они нам доверяют, мы ответственно выполняем свою работу, и мы видим, когда возникают какие-то риски, мы обязательно об этом сигнализируем, чтобы ситуацию можно было своевременно исправить. Хорошо. А обычные граждане могут столкнуться с работой казначейства? В каких случаях? Редко бывает, но они сталкиваются. Во-первых, это когда у них есть исполнительные листы по взысканию с казны. В этом случае они обращаются к нам, подают заявление, и мы исполняем вот эту обязанность государства, перечисляем, причитая их суммы. Второе, с этим сталкиваются, наверное, все. Это взять платежный документ, да? Видите, даже когда вы госпошлины, видите, там первым стоит ОФК, по республике Саха-Якутия, то есть мы помогаем еще нашим клиентам или тем, кто обратился, разыскивать случайно потерявшиеся платежи. Такое бывает у нас. У нас большое количество обращений, если по группам их разбить, это все-таки два. Первое, вот это невыясненные платежи, и второе, это у нас, мы еще выдаем, занимаемся выдачей электронной подписи, которая может функционировать в системе электронный бюджет. А вот чтобы меньше к нам ходили граждане, да, еще в 2012 году Роману Евгеньевичу была заложена такая информационная система государственные муниципальные платежи. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим о юбилее Управления Федерального Казначейства. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 8 декабря Управление Казначейства России исполняется 30 лет. О том, какой длинный и сложный путь прошла эта служба, какие преобразования ей пришлось пережить вместе со страной с момента возникновения и до наших дней, сегодня мы говорим в нашей программе. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Алексей Валерьевич, расскажите немножко о коллективе своего управления. В настоящее время коллектив у нас насчитывает порядка 300 человек. Ну, никто не удивится. 82% у нас прекрасный женский пол. Ребят у нас, мужчин, совсем мало. Но самое главное, вот когда Антонина Петровна говорила, я хотел отметить, что у нас более 60% наших сотрудников, это работают люди, которые более 10 лет. Это говорит о том, что очень такая у нас текучка. Они не сильные, люди стараются, работают. Вы видели, у нас здания в центре города расположены, созданы комфортные условия для работы. Потом у нас хорошая такая обстановка внутри управления. Я бы еще, знаете, когда пришел в управление в 2012 году, а по большому счету я большинство коллектив знал с начала 2000-х лет, потому что я работал в Ментвине, это было плотное взаимодействие такое. Поэтому коллектив замечательный, со всеми справляемся. Единственное, знаете, что меня удивляет в последнее время, когда мы проводим конкурсы, почему-то мало к нам заявляются молодежи. Вот мы не знаем, то ли они боятся, то ли они... Потому что мы проводим открытые дни, открытых дверей для студентов, рассказываем, чем мы занимаемся. Но когда проводим конкурс, приходят только те люди, которые каким-то образом связаны с госслужбой, либо через родственников, через друзей. А вот так, чтобы со стороны не бояться. Но, наверное, все-таки ответственность к деньгам. А так, конечно, мы ежегодно стараемся принимать молодых людей, потому что даже без опыта работы, мы понимаем, что опыт работы, он должен нарабатываться внутри коллектива. У нас очень такой есть инструмент, который практируется. Это наставничество. То есть у нас приходят новые сотрудники, прежде чем ему доверить, работать в информационной системе, мы его обучаем, рассказываем наши корпоративные правила, последовательность действий, чтобы он в дальнейшем не совершил какую-то ошибку. Потому что для нас она будет фатальна. Все-таки денежные средства, по-моему, обратно не вернешь. А для этого у нас вот и 60%, которые работают постоянно, они с удовольствием, как сказать, посвящают себя воспитанию этих молодых людей. Кстати, вот Антонина Петровна, я знаю, что у вас в коллективе есть совет ветеранов. Расскажите, пожалуйста, какие задачи он выполняет. В управлении действует совет ветеранов. Председателем совета ветеранов у нас Габышева Надежда Иннокентиевна, ведущий эксперт отдела технологического обеспечения. Заместителем представителя совета ветеранов является Стикова Ольга Иннокентиевна. Она у нас начальник отдела доходов, работает тоже 1995 года. Основные задачи совета ветеранов – это объединить все ветеранов, которые работали свыше 15 лет казначейства. Уделить внимание, поддерживать нуждающим ветеранам материальную помощь, поздравления юбилеем, памятными датами, событиями, организовать культурный досуг. Но это мысль у нас имеется. Потом у нас есть полный список наших работников, которые ушли на заслуженный отдых, ну, какой должности занимались, телефоны, адреса. И каждый у нас отдел, который уже еще, ну, как бы ветеран, да, своим курирует наших ветеранов обязательно это. И нашим ветеранам хочу сказать, главное – здоровье, благополучие семье, больше оптимизма, веселых встреч и радостных эмоций. Но сегодня вы уже сами являетесь наставником, проводников для тех молодых специалистов, которые приходят к вам работать. Вот как происходит эта преемственность поколений? Когда приходят у нас молодые специалисты, мы их обучаем сразу положение нашего отдела, показываем. И они адаптацию проходят, ну, месяц у нас. Есть даже три месяца, которые есть специалисты. Обучаем нашему профильному уже, чем мы занимаемся, показываем. И уже когда обученный уже специалист, когда выходит и растет до начальника отдела, мы уже, ну, горды, что не зря мы учили. Хорошо. Ну, я не случайно задала вопросы о наставничестве, потому что к нашему разговору присоединяется еще один собеседник. Это старший казначей, отдела централизованной бухгалтерии, член Молодежного совета управления Яна Николаевна Дугунова. Здравствуйте. Ага, добрый день. Яна Николаевна, расскажите, пожалуйста, вот вообще как давно создан и работает на вашем предприятии Молодежный совет, чем он занимается? Молодежный совет создан для привлечения молодых специалистов к общественной деятельности, для профессионального служебного роста, для помощи в адаптации государственной и гражданской службе. Наш совет состоит из 11 сотрудников в возрасте до 35 лет. Председателем является Побова Заяна Николаевна. Федеральным казначейством выделяет несколько ценностей, и одна из них — это сотрудничество. Оно выражается в единстве, в сплочении, в корпоративном духе. И с этой целью Молодежный совет создает необходимые условия для молодых специалистов управления. Наша задача — это организовать молодежь, содействовать и помогать им осознать себя как часть коллектива. Мы помогаем раскрыть творческий потенциал, чтобы сотрудники не только исполняли свои должностные обязанности на высоком уровне, но и успешно проявляли себя во всех сферах жизни. То есть каждый сотрудник, он повышает свою профессиональную деятельность, общаясь и обмениваясь опытом. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о последних достижениях Молодежного совета. В прошлом году наш Молодежный совет занял третье место по Дальнему Востоку в творческом рэпе. Это мероприятие было приурочено к празднованию Великой Победы. На эту же композицию мы сняли клип «Поколение победителей», который стал лауреатом фестиваля «Мосустер» в том же году. Также этим летом проводился по Деревым казначействам антикоррупционный форум. Ученики школ, студенты, сотрудники различных ведомств участвовали в конкурсе буклетов, плакатов и видеоматериалов против коррупции. Мы очень гордимся тем, что наши участники и наш Молодежный совет заняли призовые места в оригинальном этапе в городе Хабаровск. Их работы будут в дальнейшем участвовать уже на федеральном уровне. Хорошо. А вообще, что вам самой дает работа в Молодежном совете? И вообще, в чем видится будущее? В целом, Молодежный совет дает перспективы для будущего роста как личностного, так и карьерного. Он дает найти друзей, единомышленников. Также он позволяет реализовать себя, раскрыть свои лидерские качества. У нас Молодежный совет состоит из ярких, харизматичных ребят, которые полностью осознают и понимают ответственность в том, что они являются следующим поколением казначеев России. Хорошо. Алексей Валерьевич, давайте подытожим наш разговор. Какое оно современное казначейство? В чем вы видите его будущее? Современное казначейство? Прежде чем к этому вопросу вернуться, наверное, смотрите, Алексей Егорыч, когда создавал эту систему в 90-х годах, он главная задача ставил перед республикой, перед республикой помогало, федеральное казначейство, это построить современное здание. Сейчас у нас в центре города стоит такое красивое здание, наша гордость. И там созданы все комфортные условия. И только когда уже созданы комфортные условия, можно и размышлять, о какой оно современное казначейство, чтобы стыдно не было. Но я все-таки думаю, что мы больше будем погружаться в информационные системы. И таким примером ярким является электронный бюджет. Это масштабный, глобальный такой проект. Когда Роман Евгеньевич его задумал в 2012 году реализовать совместно с Министерством финансов Российской Федерации, никто и не думал, что такой будет огромнейший эффект. Вот я простой пример приведу. Если раньше, когда прежде чем получить деньги из федерального бюджета, наши представители министерства ездили в Москву, отстаивали там в очередях, подписывали документы, если, не дай бог, там какая-то возникала ошибка, они возвращались, обратно переделывали, и все это стягивалось на 2-3 месяца. То сейчас под системой электронного бюджета посредством личного кабинета, вот если правильно организовать работу, этот процесс можно организовать в считанные часы. А что в считанные часы? Подписали соглашение 25 декабря, значит, 28-го уже поступили лимиты в республиканский бюджет, уже объявились конкурсы, и можно уже говорить о том, что в начале строительного сезона могут начаться своевременные строительные работы. Это очень важно, потому что доведение денег – это одна из тех составляющих, которые, как кровеносная система, подрядчики должны приготовиться, должны завести строительные материалы. И раньше, еще 5 лет назад, сам процесс вот этих заключений соглашений заканчивался где-то 15 марта, и только 1 апреля поступали денежные средства. Понимаете, мы трехмесячный люфт сократили. И современное казначейство, в моем понимании, это большее развитие. То есть хотелось бы, чтобы туда и контрольный блок вошел, сейчас уже вводится отчетность. То есть весь, все этапы бюджетного процесса в одном бюджетном информационном поле. Как бы так. То есть учитывание времени, особенно вот в наших северных погодных условиях, когда, например, необходимо в сжатые сроки выполнить те или иные работы. Это очень важно. Да, и мы к этому стремиться будем. Хорошо, на завершении нашей программы у вас есть прекрасная возможность поздравить своих сотрудников, ветеранов, ведомства, тех, кто начинал работать здесь, кто стоял у истоков предприятия с юбилеем. Пожалуйста. Да. После завтра, дорогие коллеги, наши дорогие ветераны, уважаемые, мы будем отмечать 30 лет. Поэтому я выражаю огромные слова благодарности нашим ветеранам, а действующим нашим работникам-казначеям. Я хочу пожелать все-таки творческих успехов, профессиональных достижений, ну и здоровья. Самое главное. Антонина Петровна. Я своим коллегам пожелаю стабильного успеха на работе. А молодежи я пожелаю быть активными. Они у нас очень творческие, креативные, веселые, трудолюбивые. И всегда быть активным в жизненной позиции. Татьяна Валентиновна. Я присоединяюсь к поздравлениям, то, что было сказано в адрес наших работников. И также хочу пожелать нашим работникам, чтобы они динамично также развивались вместе с нашей системой, значит, преподносили что-то новое. Потому что конкурсов очень много проводится. И действительно, у нас есть сотрудники, которые выдвигают очень хорошие предложения, чтобы они не останавливались на достигнутом, а двигались вперед. Яна Николаевна. Дорогие коллеги, поздравляю вас с днём образования органов федерального казначейства. Пусть все ваши новые проекты и совершения подтвердятся в жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и процветания. Ну что же, вот на такой, я думаю, очень хорошей, доброжелательной ноте мы и завершаем наш сегодняшний разговор, который посвящён 30-летию федерального казначейства России. Дорогие друзья, это была программа «Якотка сегодня». Её подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok